ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛЕ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛЕ Награждались подобными выпускницы женских гимназий Министерства народного просвещения на рубеже 19-20 столетий. На лицевой стороне медали изображена сама императрица, а наоборот на Минерва, древнеримская богиня мудрости. Награда изготовлена из золота, вес ее почти 26 граммов. Медаль за благонравие и успехи в науках была выставлена на торги с 5 гривен. Лот получил 59 ставок, награда была продана за 40 тысяч 30 гривен. Тысячу пятьсот тридцать шесть долларов или девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят семь рублей. Девятое место на этой неделе занял Орден Трудового Красного Знамени. Орден Трудового Красного Знамени был учрежден 7 сентября 1928 года. Награждались подобными как граждане, так и предприятия, населенные пункты и даже целые союзные республики за большие трудовые заслуги перед советским государством и обществом. Всего за 63 года существования награды было произведено 1 миллион 224 тысячи пятьсот девяносто награждений. Ну а представленный на аукционе Орден за номером 1176. Орден Трудового Красного Знамени был выставлен на торги с 50 гривен. Лот получил 75 ставок, награда была продана за 52 тысячи восемьсот гривен. Две тысячи двадцать семь долларов или сто двадцать семь тысяч двести двадцать девять рублей. На восьмой позиции сегодня расположился рубль 1912 года. Рубль этот памятный. Он был отчеканен в честь празднования столетия окончания Отечественной войны 1812 года. Торжественное празднование состоялось 26 августа в день Бородинской битвы. В честь этого события были выпущены медали и рубли. Рубль славный год чеканился из серебра девятисотой пробы в весе 20 граммов. Тираж монет составил 26 тысяч экземпляров. Монета, представленная на аукционе, находится в отличном состоянии. Имеет зеркальное поле и золотистую патину. Рубль 1912 года был выставлен на торги с одной гривны. Лот получил 136 ставок, а продавец 56 тысяч 40 гривен. Две тысячи сто пятьдесят долларов или 135 тысяч 36 рублей. Седьмую строчку на этой неделе занял комплект наград. Награды эти принадлежат офицеру Красной Армии Белоусову Владимиру Сергеевичу. В комплект входит орден Александра Невского, два ордена Отечественной войны первой степени, орден Красной Звезды и множество медалей. Награды находятся в хорошем состоянии, документы к ним также прилагаются. Комплект наград был выставлен на торги с одной гривны. Лот получил 143 ставки и окончательная стоимость составила 58 тысяч 889 гривен. 2260 долларов или 141900 рублей. Шестое место сегодня заняли Коралловые бусы. Красные кораллы ценятся еще с античных времен и используются для изготовления всевозможных украшений. Чем темнее и больше бусины, тем они дороже. Также на стоимость влияет однородность материала, идеальная сферичность и точная центровка отверстия бусин. Бусы, представленные на аукционе, находятся в отличном состоянии. Вес их почти 100 граммов, длина около 63 сантиметров, размер бусин от 6 до 20 миллиметров. Коралловые бусы были выставлены на торги со старта в 67 тысяч 100 гривен. И всего после одной ставки они были проданы за 67 тысяч 100 гривен. 2 тысячи 575 долларов или 161 тысячу 686 рублей. На пятой позиции сегодня расположились височные подвески. Подвески эти изготовлены во второй половине первого тысячелетия византийскими мастерами. И носила их когда-то, скорее всего, какая-нибудь знатная дама того времени. Подвески изготовлены из высокопробного золота и украшены зернью. Вес артефактов около 23,5 граммов, состояние их отличное. Византийские височные подвески были выставлены на торги с одной гривны. Лот получил 122 ставки, а продавец 91 тысячу 100 гривен. 3 тысячи 497 долларов или 219 тысяч 518 рублей. Четвертую строчку на этой неделе заняла бронзовая скульптура. Автором этой скульптуры является Анна Владимировна Крыжановская, известный советский скульптор. Но изготовлена она в 1950 году в Ленинграде на заводе Монумент Скульптура. Лыжник изготовлен из бронзы. Состояние предмета не идеальное. Одна палка отсутствует, лыжа сломана, на руке имеется трещина. Бронзовая скульптура лыжник была выставлена на торги с одной гривны. Лот получил 84 ставки, предмет был продан за 104 тысячи 61 гривну. 3 тысячи 994 доллара или 250 тысяч 725 рублей. Открывают тройку призеров этой недели римские динарии. Монеты эти, по словам продавца, кладовые. В лоте присутствуют как рядовые динарии Антонина Пия, Марка Абрелия и их супруг, правивших Римом по несколько десятилетий, так и нечастые монеты Гальбы и Вителия, правивших лишь по несколько месяцев. Всего 103 монеты, практически все из которых в отличном состоянии. Римские динарии были выставлены на торги со 130 тысяч гривен. Лот получил всего 2 ставки, монеты были проданы за 130 тысяч 200 гривен. 4 тысячи 998 долларов или 313 тысяч 735 рублей. Почетное второе место на этой неделе заняла шейная гривна. Артефакт этот был найден нашим с вами комрадом-кладоискателем в Черкасской области. По стилю исполнения гривне более тысячи лет, ну а по сопутке так все две. Артефакт изготовлен из высокопробного золота, вес его около 113 граммов, состояние предмета отличное, реставрации он не подвергался. Золотая шейная гривна была выставлена на торги со 155 тысяч гривен. Лот получил 18 ставок, артефакт был продан за 160 тысяч гривен. 6 тысяч 142 доллара или 385 тысяч 542 рубля. Ну а первое место в обзоре самых дорогих лотов, проданных за неделю на аукционе Виолити, занял фотоаппарат Зенит. Да-да, друзья, вы не ослышались, с виду обычный Зенит, но необычным его делает номер 306. Это один из первых Зенитов. Более ранних номеров пока неизвестно. К тому же он находится в рабочем состоянии. Так что если имеете старенький советский Зенит, то обязательно проверьте его номерок, а вдруг ваш еще более ранний. Фотоаппарат Зенит был выставлен на торги с 200 гривен. Лот получил рекордное на этой неделе 183 ставки, а продавец рекордное на этой неделе 211 тысяч 121 гривну, 8 тысяч 104 доллара или 508 тысяч 725 рублей. Ну что ж, такой была прошлая неделя на аукционе. А чтобы не пропустить самые дорогие лоты текущей, просто подпишитесь на канал. Следующий обзор ровно через неделю. Ссылки на лоты, представленные в обзоре, вы найдете в описании под этим видео. Если вам понравилось это видео, и вы желаете помочь в развитии канала, сделайте репост его на свою страничку в любую из соцсетей, чтобы ваши друзья смогли оценить данный обзор. Буду очень благодарен. Также вступайте в мои группы в Фейсбуке и ВКонтакте. И обязательно, обязательно подписывайтесь на канал, ведь впереди у нас еще много интересного. На этом все. С вами был ваш друг и соратник, кладоискатель, анаркотурист. До новых встреч, друзья. Все будет хорошо. Деньги бывают, такое бывает, такое бывает, но только недолго не храните деньги в сберегательных кассах. Там от них никакого толку. О, мани, 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 мани.